Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии «Львер Фазлива». И сегодня мы покажем приговор суда за нападение нетрезвого мужчины на женщину-фельдшера. Он ударил медика по ноге и запустил стаканом в нос. Расскажем о поимке водителя, из-за которого накануне на улице Залесная произошла массовая авария. А также, как трое мужчин вымогали у предпринимателя 20 миллионов за несуществующий карточный долг. Все это в ближайшие 10 минут. Мировой суд Советского района признал виновным 38-летнего Алексея Теленкова, который в марте напал на фельдшера и едва не сломал ей нос. Все произошло в одной из квартир на Ноксинском спуске. Медики получили заявку, что у мужчины требуется помощь, у него алкогольное отравление. Но прибыв по вызову, они увидели буйного пациента, который чудом исцелел при виде сотрудников скорой помощи и бросил одну из них стаканом в лицо. В зале судебного заседания 38-летний Алексей Теленков выступил с последним словом. Он был предельно вежлив и вел себя спокойно. Но в ту мартовскую ночь врачи видели его совершенно с другой стороны. На записях с камер видеонаблюдения дома слышны крики потерпевшей. Ей пришлось прятаться между машинами и просить о помощи. Она всерьез за себя боялась. Согласно материалам уголовного дела, в марте бригада скорой помощи приехала на вызов в один из домов на улице Ноксинский спуск в Казани. Медиков вызвал 38-летний Алексей Теленков. В сообщении было указано, мужчина перебрался алкоголя и чувствовал себя плохо. Его исцелил один вид медработников. Мужчина тут же встал на ноги и, по рассказам врачей, стал вести себя неадекватно. Потерпевшую женщину ударил по ноге и кружкой по носу. Веси взяли и начали мимо него проходить. Когда я шла, он мне по ноге пинул. И у него кружка была в руках. Ладно, не кипяток там был. Он размахнулся и ударил меня по носу этой кружкой. Вот после этого случая, если вот повод к мужчине, я уже захожу с опаской. До этого я всегда спокойно заходила. Я никогда ничего не боялась. Фельдшеры не сразу смогли открыть дверь. Когда им это удалось, они выбежали в подъезд и услышали, как за ними бежит нападавший. Он попробовал их догнать. И это еще у совсем недавно чувствовавших себя очень плохо мужчины почти получилось. Но женщина вырвалась и выбежала во двор. После этого они закрылись в карете скорой помощи и вызвали стражей порядка. Дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Подсудимому предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотрено статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно иные действия насильственного характера, причинившие физическую боль, но не образующий состав преступления, предусмотрено статьей 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гособвинение запросило подсудимого наказания в виде 240 часов обязательных работ. Фельдшер также рассказал, что с мужчиной была и его мама. У нее был прямо противоположный взгляд на все произошедшее той ночью. На учет-то просто так не ставят, я так понимаю. До 2015 года. Я тут узнала, мне сообщили, что он на учете был, в наркологии, по пьянству. И у него там психические какие-то нарушения были. Она говорит, вы знаете, муж всю жизнь пил, сейчас сын пьет. Устала, говорит. С мужем, говорит, смогла развестись, а с сыном, говорит, не разведешься. Свой ребенок. А я так не говорила? Вы как раз так и сказали. Мы с вами поговорили, мы хотели бы ее услышать. Она не врет. Женщины едва не вцепились друг в друга прямо в коридоре суда. Выслушав мнение потерпевшей, мама подсудимого высказала свою точку зрения. С ее слов грубости сходила только от медиков. Они вошли, во-первых, с грубостью, с халатностью. Они не помогли ему, когда у человека было повышенное давление, 180. Он в течение дня сбивал давление и не мог его сбить. Но объяснить, почему ее сын бежал за фельдшером, за что хотел извиниться, и почему она сама успокаивала мужчину в тот день, так и не смогла. Эта курица сына ничего не сможет сделать. Слышать. Она не сможет ничего сделать. Слышать. Она ничего сделать. Они помогают людям. Ну да, они помогают. Это она помогает. Он не бежит за ней. А что тогда? Он идет за ней. Он хотел попросить у нее извинения. А так как дошел до машины, она закрыла окна, он развернулся и ушел. В итоге суд признал Алексея Теленкова виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступит в законные силы через 15 дней. Вердикт подсудимый выслушал с улыбкой. Спасибо вам за то, что ты виден консультантом. Объединяюсь закрытым. Вся меня звана. Илья Абдулин. Вызов 112. Виновника крупной аварии, произошедшей накануне утром на улице Залесная, нашли и привлекли к ответственности. Напомним, там в результате выезда Лады 14-й модели на встречную полосу в легковушку врезались две иномарки. Пострадали все, кто был в Ладе, в том числе двое малолетних детей. На записи видеорегистратора, едущей за Ладой машиной, видно, что аварию спровоцировал водитель автомобиля, едущего в соседнем ряду. Он стал перестраиваться прямо перед Ладой, не уступив ей дорогу, как того требуют правила дорожного движения. Водитель, спровоцировавший ДТП, с места скрылся. Найти его удалось только через несколько часов. 37-летний водитель Лады 15-й модели рассказал, что не заметил автомобиля в левом ряду, поэтому перестроился. С места происшествия, по его словам, он не скрывался, а просто не видел, что произошло после его маневра. В отношении мужчины составили несколько административных протоколов. За нарушение правил маневрирования, оставление места ДТП. Только за это ему грозит лишение прав и возбуждено расследование по статье нарушения правил движения, повлекшее причинение вреда здоровью. Три автомобиля, два из которых стояли, столкнулись на улице Кулахметова в Казани. Шевроле Лачете заглохло прямо на ходу. Получилось, что в зоне действия знака остановка запрещена. На помощь к водителю легковушки приехал его товарищ. Свою машину поставил рядом. И в этот момент в них боком врезался Субару. Вину в аварии никто не признал. Основной удар же в заднюю правую движение. Друзья водителя Субару говорят, в аварии никто не пострадал во многом благодаря тому, что в заднюю часть стоящей легковушки они врезались боком. От удара машина откинула вперед, и она въехала в стоящий впереди Ниссан. Водитель последнего приехал на помощь к своему другу. Шевроле заглохло прямо на ходу. И самостоятельно завести автомобиль водитель не смог. Получается, стояли, авария была включена. В какой-то момент я просто зеркало бокового вида увидел, что боком катится машина, юзом идет. Вот эта машина, тупиши лансер. И потом уже удар. Сначала, ну, у меня, ту машину ударило, а потом та машина докатилась до меня. Водитель Субару рассказывает, сделал все, что мог, чтобы избежать столкновения. Получается, погодные условия сыграли. Свою вину водитель Субару не признал, несмотря на то, что его автомобиль единственный, который в момент аварии был в движении. Рассказывает, стоящую Шевроле не видел из автомобиля, который заезжал во двор. Обзор на всю проезжую часть открылся, когда машина уже повернула. Нажал на тормоза, но остановиться расстояния уже не хватило. Она заезжала. А он за ней ехал. А я за ней ехал. Ну, как бы скользко. И просто юзом меня потащил, и все. Знак аварийной остановки, рассказывает водитель Субару, на дороге не было. Знак аварийной остановки. Не успели. К тому же машины стояли прямо под знаком «остановка запрещена». А их устанавливают не просто так. Мы на штраф там попали, потому что там знак аварийной остановки запрещена. Ну, просто остановился, потому что была машина не срана у него. Водители остались на месте дожидаться автоинспекторов. Вероятно, им предстоит отстаивать свои позиции на разборе происшествия в ГИБДД, где и определят степень вины каждого из них. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева. Вызов 112. Вымогали у бизнесмена 20 миллионов рублей за несуществующий карточный долг. Получить смогли 4,5 после того, как избили человека и угрожали дальнейшей физической расправой. Терпеть такое предприниматель не стал и обратился в полицию. Стражи порядка задержали троих подозреваемых. В случае, если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы. Задержание предполагаемых вымогателей оперативники снимали на видео. Дополнительное доказательство в суде. Это была совместная операция сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД и Росгвардии. На опал! На опал! Руки! Заявление в полицию написал местный бизнесмен. Он сообщил, что группа лиц вымогает с него 20 миллионов рублей. Причиной тому послужил карточный долг, которого в действительности, по уверениям бизнесмена, никогда не было. Стражам порядка он сообщил, вымогатели неоднократно ему угрожали физической расправой и повреждением имущества. Однажды избили его до такой степени, что мужчина вынужден был им отдать 4,5 миллиона рублей. Не выдержав такого давления, он пошел в полицию. Следственной частью главного следственного управления МВД по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предполагаемого организатора задержали и заключили под стражу. Его двух сообщников задержали до избрания меры пресечения. Полицейский устанавливает остальных возможных участников преступного сообщества. Это все, о чем мы успели вам рассказать обо всех происшествиях. Вы можете сообщать нам по телефону 570 5050 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.